Уважаемые зрители, я вас приветствую! Эта модель может быть по-настоящему полезной. Вы можете приготовить ваши листы бумаги, ручки для вашей самостоятельной работы. Тема будет очень даже серьезная. И давайте сначала немножко раскроем теоретических данных. Вы можете здесь наблюдать змею, которая пожирает свой хвост. И зачастую человек и представляет из себя вот такую змею. Каждый из нас живет одновременно в пяти измерениях, можно сказать здесь. Это опыт, в котором он находится, ситуация или событие. Это те чувства, которые мы переживаем в этом опыте нашими органами чувств. Это наши мысли, которые проносятся по магистрали наших нейронных путей в нашей голове. Это эмоции наши, которые рождаем мы на базе наших мыслей, вне зависимости от того, осознаем мы их или нет. И это наши поступки, действия, которые зачастую мы совершаем на базе наших эмоций. И это те действия, которые зачастую и порождают тот же самый опыт. Это важно учитывать. То есть, вне зависимости от того, бывает и такое, нравится человеку та или иная ситуация, и даже повторяющаяся или нет, денег ему не хватает. Например, расплачиваясь в кассе магазина, или страх берет его в ожидании предстоящего платежа по ипотеке. Или, например, не в первый раз девушка бросила молодого человека. Зачастую, оказавшись в этом опыте, в этой ситуации, то, что человек чувствует здесь телом своим, то, что думает он, какие эмоции возникают у него. И действия, исходя из этого, он совершает такие, чтобы иметь возможность снова и снова этот опыт в жизни своей переживать. Понимаете теперь, да, что здесь изображает змея, пожирающая свой хвост. Она может пытаться ползти, но остается на одном и том же месте. Так давайте же позволим себе роскошь скулы свои разжать, хвост изо рта вытащить и начать уже ползти вперед туда, куда вы сами считаете нужным ползти. С вами Альберт Сафин. Я буду выносить на поверхность ряд гипотез. Может быть, эта модель будет для вас очень полезной для работы над собой. А может быть, изучив этот урок, вы подумаете, какой интересный урок, вернусь к нему когда-нибудь попозже. И даже если вы решите закрыть его прямо сейчас, тоже самым наилучшим образом. Я буду здесь проговаривать открытые вопросы. Я приглашаю вас или успевать записывать ответы на эти вопросы, или паузу ставить. Я хочу, чтобы вы помнили вот о чем. Не имеет никакого значения, что говорят вам другие люди. Самое главное, что вы сами говорите себе. И самое ценное знание – это не то, которое вы извлекаете, гуляя по просторным полям вокруг вас. А то знание, к которому вы приходите, которое вы рождаете изнутри. И для этого все соответствующие условия и пространство здесь – моя задача и создавать. Итак, представим человека, который уже не в первый раз наступает на привычные грабли. И он делает все для того, чтобы на них наступать. Ведь не в первый же раз его с работы уволили. Ведь не в первый же раз страх его берет, когда он понимает, что нечем за ипотеку платить. Ведь не в первый же раз с кем-то у него гневные взаимоотношения, полные ненависти и предательств и обмана. Не в первый раз. Одну и ту же картину на театре своей жизни человек зачастую проживает снова и снова. Актеры лишь меняются, а роли остаются. И для того, чтобы, наконец, уже позволить этому перестать происходить, мы с вами и повстречались в этом времени и пространстве. Вероятность нашей встречи здесь стремится практически к такой маленькой цифре и к нулю, что не будет лишним прислушаться. А о чем это совпадение сегодня, мне поведает и расскажет. Итак, то, что представляет из себя эта змея, которая пожирает свой хвост с сжатыми скулами, которые, может быть, подзависли у нее, вы уже понимаете. Каждый раз, когда человек, оказавшись в какой-то проблемной ситуации, не в первый раз, и зачастую создал он ее сам, только, конечно, человеку сладко думать, что он опоздал, потому что пробки, а не потому, что сам организовал свое время таким образом, чтобы приехать не вовремя. Человеку зачастую сладко сбрасывать с себя ответственность. Каждый раз, когда человек ответственность себя забрасывает, он представляет из себя такую змею, во рту которой его собственный хвост. Так давайте же оставим это неудобное положение у себя за плечами. Все-таки не хотелось бы, чтобы хвост и скулы затекали. Они еще пригодятся. Итак, змея свою задачу выполнила. То, что она олицетворяет, выше мы с вами проговорили. Можно смело ее убрать нажатием кнопки на клавиатуре. Ах, какая техника, какая техника. Ну ладно, давайте проверим, что мы можем писать здесь. Отлично. Итак, первое. Вы, я думаю, уже плавно готовите ваши листы бумаги и, может быть, ручечки. Напитки покрепче, слова покороче, говорит Альберт, попивая свой чай. Поэтому пункт первый. Прежде чем вообще, значит, над чем бы то ни было работать, головушку свою наилучшим образом включать, выводы делать, смыслы извлекать, мы начинаем с того, что такое слово ответственность. Если человек ответственность за свою жизнь на себя не берет, ему ничего не поможет. Даже если такому человеку денег дать, здоровье дать, вагон с тележкой, это лишь вопрос времени, что сквозь дыры в его пальцах он это все утратит. Поэтому я буду приглашать вас примерить ряд гипотез. Посмотрите в отражении зеркала, подходят они вам или нет. Если подходит, оставьте. Если не подходит, ничего страшного. Но я приглашаю вас хотя бы в пространстве изучения этого материала вот о чем помнить, что ответственность это такая позиция в жизни человека, когда он сам считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Так это или не так, на самом деле мы не знаем. Это лишь позиция, мыслить в которой полезно. Конечно, здравый рассудок здесь никто не отменял. Понимаете, да? И эта позиция ответственности касается совершеннолетних, дееспособных, живых, здоровых людей. В первую очередь. Это важно учитывать, что я беру ответственность за свою жизнь на себя. А ответственность это о том, что я сам являюсь причиной всех следствий в своей жизни. Об этом важно помнить. Можно сказать, этой фразой мы открываем свою возможность над этой таблицей работать, совсем скоро которую мы с вами будем заполнять. Хорошо? Итак, второй пункт. У меня есть все необходимые ресурсы. У меня есть все необходимые ресурсы. Вы можете вместе со мною записывать эти фразы и обращать внимание на то, что вы начинаете чувствовать, когда вы берете роскошь, брать ответственность за свою жизнь на себя, когда вы понимаете, что у вас есть все необходимые ресурсы, и когда вы понимаете, что о какой бы ситуации ни шла речь здесь, вы больше этой ситуации. Вы не меньше ее, не заставляете себя скукоживаться. Вы больше ее. Я больше. То есть так и фраза у нас и будет звучать здесь. Я больше этой ситуации. Человек, который понимает, что не вписывается он в свой бюджет для оплаты очередного кредита, он по умолчанию может скукоживаться здесь, но ему нужно понимать, что он больше этой ситуации, он не меньше ее. Или человек, которого, например, партнер подвел или бросил даже. Он может скукоживаться здесь, уменьшаться. Но надо помнить о том, своим глубоким ровным дыханием, что вы больше этой ситуации. Вы больше. Я больше этого. Понимаете? Я больше этого. Я больше этой ситуации. И здесь мы с вами сформулировали. И еще помните, любая проблема в жизни человека, любой кризис – это загадка, это задачка на сообразительность, которую предложила решить вам жизнь, точно зная, что вы способны это сделать, и все необходимое для этого у вас есть. Поэтому так и напишем. Проблема – это задача на сообразительность, которую предоставила мне жизнь. Давайте введем жизнь, как некий большой организм нас окружающий, который разговаривает с нами знаками и дает нам возможность учиться и расти в том числе. Точно так же, как когда-то младенец в утробе матери, думал, что покинув ее, это, конечно, я как метафору использую здесь, его жизнь закончится, но нет, она только начинается. И поэтому здесь метафорично можно знать, каким языком совпадений, вероятностей, знакомствами, какими ситуациями, говорит со мною жизнь. Это как метафора, которую можно иногда использовать. Проблема – это задача на сообразительность, которую предоставила мне жизнь, точно зная, что я способен ее решить. И уже, в принципе, после этих четырех шагов можно завершать. Я шучу. Это же важно, в каком внутреннем состоянии вы пребываете. Чувствуете вы некую легкость, которая приходит к вам, когда ответственность за свою жизнь вы берете на себя, когда вы понимаете, и у вас есть все необходимые ресурсы, когда вы понимаете, что вы больше всего, что в вашей жизни может произойти, и когда вы знаете, что любая проблема – это лишь задача на сообразительность, ее предоставляет вам жизнь, точно зная, что у вас есть все необходимое, чтобы ее решить. И мы наверняка с вами будем сюда какие-то новые данные вписывать, поэтому для того, чтобы это предусмотреть, можно сделать чуть-чуть поменьше шрифт, увеличить междустрочный интервал, чтобы было все симпатичненько, и вот так вот это все дело организовать. Правда? Ну что, получается, на данный момент у вас на листе бумаги написаны эти четыре предложения, а может быть и больше. Вы можете посмотреть на них, поразмышлять над ними и подумать, а о чем каждая из них для вас. Не спешим, плавно мы таким образом готовим себя к тому, чтобы к этой таблице перейти, о которой совсем скоро пойдет речь. Модель очмед, для удобства аббревиатуру можно запомнить очмед или очуметь для решения проблемных ситуаций, которую можно использовать. Она будет состоять у нас из 10 шагов. Мы будем с вами заполнять опыт, чувства, мысли, эмоции, действия в текущей ситуевине, которое бы вы не хотели, чтобы в вашей жизни повторялось, и желаемое событие, что вы выбираете вместо этого. Вы наверняка знаете, что все создается дважды, сначала в вашем воображении, а потом в мире реальном, и если чего-то у вас воображения нет, то вы этого не увидите в реальном мире, даже когда будете на это смотреть. Поэтому необходимо кораблю определить, куда он выбирает плыть, чтобы приплыть в конце концов. И мы будем здесь заполнять вот этот столбец в том числе. Итак, что сейчас важно понять? С той змеей с благодарностью недавно мы с вами попрощались. Давайте посмотрим теперь на схематичное изображение этой змеи. Опыт это ситуация, в которой я нахожусь. Чувство это то, что я переживаю физически через свои органы чувства. Обида это чувство здесь, в этой модальности сейчас, в которой мы находимся этого упражнения. Нет, обида здесь это эмоция. Чувство здесь это вот щипок я чувствую и больно немножко из-за того, что сам себя щипаю, а самому себе боль все-таки не надо создавать. Хорошо? Или, например, если я буду растирать вот так ладони, вы можете это услышать, я могу почувствовать тепло на коже своих ладоней. Вот это чувство, то, что мы переживаем физически. Давайте определимся, что из каждых этих слов будет означать у нас в этой модели. если я прислушаюсь, например, или причувствуюсь, например, то я могу почувствовать, как я касаюсь своей пятой точки до стула, на котором сижу. Или, как я касаюсь кожей своей до вот футболки, вот здесь, в области плеча, и в то же время до ладони левой своей руки. Тепленькая такая. Если вот я причувствуюсь здесь, я могу почувствовать дуги своих очков, которые касаются области моих висков. Ага. Общее состояние ровное, я сытый достаточно, совсем недавно был обед, поэтому чувство голода не испытываю. Но если причувствуюсь, причувствуюсь, вчувствуюсь повнимательней, то какие-то процессы можно поймать в области живота. Наверное, это радость от записи этого урока. Понимаете, да, что чувство это то, что, или вот я могу чувствовать, как подошвы своих ног, касаясь, касаясь подошвы обуви и пола. Такие ответы на вопрос здесь совсем скоро, когда будем мы эту ячейку раскрывать, как напряжение в груди или там боль в висках. Это все чувства. А вот одинокое облачко это эмоция. Можно придумывать этим эмоциям здесь любые слова, метафоры. Можно. Итак, опыт, в котором человек находится, есть чувства, которые он переживает телесно. Есть мысли, которые проносятся у него в голове в виде внутреннего диалога, можно сказать, здесь. Есть эмоции. Здесь важно слово им дать. обижулечка, например, или волнулька тоже подойдет. Здесь не имеет значения, каким словарем пользоваться. Любые слова этому дайте, уже хорошо. Есть действия поведенческие, что конкретно человек делает, об этом чуть позже, благодаря которым он создает свой привычный опыт. Понимаете, да? Почему здесь мы с вами закольцовываем. И мы будем с вами немного здесь разрывать вот эту стрелку, чтобы создавать новый опыт. Так. Сейчас даже можно посмотреть в данном случае, как можно сделать таким образом, чтобы нарисовать. Вот. Я здесь зарисовал. То есть, мы будем разрушать вот эту стрелочку и создавать опыт номер 2. То есть, ситуация номер 2. Да? Вот здесь у нас, где вот этот кружочек, будет ситуация номер 2. То есть, это и есть изображение того, что изо рта своего змея хвост вытаскивает и ползет уже в конце концов туда, куда ей важно по-настоящему ползти. Ну что, сформулировали, значит, четыре вот этих смысла для себя и опираясь на них, поехали. Мои дорогие, надо учитывать, что мы можем работать с тем, что мы осознаем. Поэтому очень важно дать имена происходящему. Человек не может влиять на то, что протекает вне его осознания. Поэтому будем заполнять ситуацию один. Это как бы негативная ситуевина, с которой вы сталкиваетесь в вашей жизни, которую зачастую вы сами создаете. Но пока вы, может быть, не понимаете, как вы создаете ее сами, не бывает лишним ее описать. И поэтому здесь в качестве шага, ответ на вопрос, что же в ситуации один негативный на уровне опыта, что я вижу, что я слышу. Это важно учитывать здесь. Например, стою на кассе в Окея, смотрю на кассира и понимаю, что что так дорого, ничего особенного не купил, и как люди вообще живут и сводят концы с концами. То есть здесь ответ на вопрос, какой опыт. Этот человек стоит на кассе в магазине, смотрит на то, как кассир пробивает его товары, которые он в корзину недавно положил, а потом выложил на вот эту магистраль, которой кассир пользуется. То есть здесь необходимо подумать, а что это за ситуация, которую мы будем брать для решения ее. Или получаю сообщение от своей девушки, что нам вместе не по пути. Решила расстаться, таким образом отправив сообщение текстом. То есть какую-то ситуацию нужно взять. И самое коварное заключается в том, что может быть она протекает в жизни вашей далеко не в первый раз. Даже если в первый раз тоже можно ее взять. Поэтому сделайте сейчас небольшую паузу и напишите здесь в первом лице в настоящем времени, как если это происходит сейчас. О какой ситуевине идет речь? Что это за контекст в вашем пузыре реальности? О чем идет речь здесь? Это важно описать не спеша, красноречиво и красиво здесь. Подробнейшим образом немножко ассоциировать себя с этим, как будто вы проживаете это сейчас снова. Зафиксировать это для себя, посвятив этому, например, 10 минут. Хорошо? Описать, как если это происходит сейчас. Я стою на кассе в магазине, например. Или я достаю телефон и читаю сообщения, например. Или я достаю из почтового ящика квитанцию на оплату, например. То есть какую-то ситуацию жизненную здесь мы с вами берем. И мы описываем ее здесь через что я вижу, что я слышу, что происходит рядом. Ваша задача здесь реконструировать опыт, как если вы в нем, чтобы другой человек, прочитывая его, не смог не представить себя тоже в этом опыте, почувствовав себя в нем стержнем, вокруг которого, как вокруг оси, все и разворачивается. Хорошо? Это уже важно сделать. Идем дальше. Как если вы воспроизвели этот опыт, записав его в воображении вашем, а прислушайтесь, вчувствуйтесь, что вы переживаете телесно, что у вас в теле происходит здесь, когда вы в этом опыте. Может быть непосредственно в этом опыте, там, в ваших воспоминаниях, вам даже и не вспомнить, что вы переживали телесно, чувствовали, что. Но сейчас попробуйте уловить, что вы телом переживаете, как если это происходит. В этом примере, находясь на кассе в магазине, думая о том, как все дорого, это чуть позже будет в мыслях, чувствами могут быть напряжения в груди, понимаете, да? То есть чувства это то, что мы переживаем физически, или плечи сводят маленьким начинаю себя чувствовать, от сведения в плечах друг к другу тянется, как будто разнополюсные магниты. Ага, вот здесь важно поймать. И знаете, можно даже предположить такую тему, что будто бы человек бессознательно создал такую ситуацию в своей жизни, чтобы иметь возможность это чувство переживать. Ведь вы знаете, зачастую кулак, привыкший к боям, в дальнейшем ищет таких ситуаций, чтобы дать себе волю. То же самое здесь. Где это в теле? Что я чувствую? И здесь я чувствую. И очень важно учитывать в теле. Что вы здесь чувствуете в теле? И так и сформулировать ответ на этот вопрос касательно ваших ощущений в теле. Где это в теле? Где это локализовано? Это уже найти в теле является полезным. Потому что важный вопрос. Это чувствует человек, либо это чувство живет свою жизнь им, используя человека как контейнер для себя. Хорошо? Я чувствую, что я чувствую в теле здесь. И очень хорошо посвятить этому исследованию тоже 10 минут наилучшим образом. Мысли. Вот здесь прямая речь. Прямая речь. О чем я думаю? Да? То есть цитаты прямо. Как люди живут, например, да? Либо почему мне не хватает? Либо да что я делаю не так? Либо да почему мир так несправедлив ко мне? Либо да почему опять никто не ценит меня по достоинству? Либо ну я же этого не заслужил? То есть важно здесь сформулировать мысли ваши в виде прямой речи. Прямо дайте себе волю. И так же можно от руки записать. Исходя из того в каком опыте вы находитесь, какие чувства вы переживаете, и это все в совокупности воскрешает мысли. И обратите внимание, что эти мысли здесь они не впервой. Как будто вы проговариваете здесь чужие какие-то мысли, которые слышали когда-то раньше, но не можете сейчас их не думать. И так же здесь какие-то мысли, цитаты ваши, устойчивые фразы, которыми вы ругаетесь, которыми вы жалуетесь, например. Их тоже можно здесь сформулировать, имейте это ввиду. Какие это мысли, цитаты, внутренний диалог, оттренированный годами и десятилетиями зачастую, и уже настолько плотный в цепочках своих нейронных связей, что зачастую и заставляет меня создавать такие ситуации, чтобы давать себе волю, как и чувства в свою очередь. Ведь вы наверняка знаете, что человек чувствует эти чувства, мысли, эмоции не в результате событий, а он создает такие события, чтобы иметь возможность всю эту совокупность проживать. Несчастливый человек не знает, что такое счастье, как и счастливый не знает, что такое несчастье. И здесь, в ситуации первый человек досконально знает, как себя вести, что в этом делать и как страдать. У него нет ответа на вопрос, как это делать. Это тренировано годами. И сейчас мы берем это как коней за узду, чтобы управлять, куда им скакать. Итак, прямая речь, цитаты, мысли ваши. Вдумайтесь, начните думать сейчас над тем, что вы думали тогда. Какие мысли вызывают у вас тот опыт, эти чувства, которые рождаются в этом опыте, мысли. Обратите внимание, что не впервой. Вот они козлы, или вот он козел, да как он мог так себя вести по отношению ко мне. Разве это впервые? Да как вообще люди живут, почему так мир несправедлив? Разве это впервые? Одни и те же мысли заклинают себя повторять снова и снова со змеей помните с хвостом во рту своем. Итак, мысли тоже бывает полезно сформулировать здесь. Далее эмоции. А, давайте тоже скажем 10 минут посвятить этому лишним не будет. 10 минут можно даже некий волшебный таймер для этого ставить, продвигаясь к каждому следующему шагу после того, как вы 10 минут посвятили шагу предыдущему. Далее мы формулируем для себя ответ на вопрос о какие эмоции у меня там. Тоже важно к этому уже прислушаться. Здесь в качестве ответов подойдет все, что угодно. Я напишу метафоры, примеры, образы, эмоции. То есть нету строго использовать классификацию эмоций здесь. Не надо. Да? Типа гнева, печали, страха, радости и производных из них. Не обязательно. Вы можете здесь свои слова придумывать. Образы, метафоры здесь это сойдет. Вы уже уделили достаточно времени, чтобы реконструировать в голове своей тот опыт неприятный. Этим чувством заметить, как вы переживаете это телесно. Мыслям этим, что же в голове проносятся? Эмоции теперь. Какими эмоциями вы можете все это назвать? Что происходит в вас? Обида, гнев, злость, раздражение пойдет. Уделите, дайте им пространство в данном случае. Зафиксируйте их и здесь, ведь чему-то важному они собираются вас обучить сейчас. Правда? Я тоже напишу здесь 10 минут. Ой, оп, вот так сделаем. Давайте я напишу вот так. Вы знаете, чтобы у нас красиво было. 10 минут. Красивая табличка, все умещается на один слайд. И это прекрасно. Тогда хочется и цитаты тоже с маленькой буквы написать, чтобы был полный порядок. Вы знаете, невозможно другого человека можно обмануть, но есть в этом мире один человек, которого вы не обманете никогда. Иногда, конечно, есть иллюзия, что это получается, но все равно в глубине души вы все прекрасно о себе знаете. Поэтому здесь самое важное здесь, хотя каждый этап работы над этой моделью имеет важное значение, но вот этот этап является очень важным. Действие. Как вы думаете, как будет звучать здесь вопрос? Прежде чем я вам его скажу, вот что важно понимать. Прежде чем змея откроет свой рот и вытащит свой хвост изо рта, ей нужно понять, что у нее хвост во рту. Она может этого не замечать. Как зачастую мы не видим бревна у себя в глазах, в глазу, а соринку в глазу другого увидим. Поэтому в действиях вопрос следующий. что что делаю снова и снова чтобы начинать этот цикл? Вот это важно учитывать. Даже знаете, хочется поменьше сделать здесь у нас. Вот. Чтобы начинать цикл. Хорошо. Что я делаю снова и снова чтобы начинать этот цикл? То есть здесь необходимо быть достаточно честным с собой, чтобы точно это дело сформулировать. Что я делаю снова и снова чтобы начинать вот этот весь цикл? Что я делаю чтобы начинать этот цикл? Что я делаю чтобы начинать этот цикл? Вот здесь надо быть достаточно честным с собой. Хочется же быть таким красавчиком в своих глазах и прямо супергероем. Я так старалась, а он меня бросил. Я так пытался на работе сделать все что мог, а мне не заплатили и уволили. Да дружище, ну будь честным с собой и напиши приезжал не вовремя, не сдерживал соглашения, врал и обманывал. Понимаете? Ну честным нужно быть. Да в глазах другого вы сможете ввести другого в заблуждение и бросить пыль в глаза, блистая. Но здесь надо быть честным. Разве может это происходить особенно не в первый раз случайно из-за несправедливости? Да бросьте. Какого-нибудь значит человека знаете жиденького вы может быть обведете вокруг пальца. Но сейчас не надо это делать. Поэтому нужно честно признаться, а что вы делаете, чтобы оказываться в этом опыте? Зачастую человек, переживающий финансовые трудности здесь, например, находясь перед кассой в продуктовом магазине, он что делает, чтобы эти трудности испытывать? Он специально не обучается, осваивая новые компетенции, чтобы быть большим профессионалом. Он специально хамит клиентам, с которыми он работает, чтобы они не обращались к нему повторно. Я сейчас такие утрированные приемы и примеры показываю, чтобы показать вам, что на уровне действий нужно сформулировать, когда вы берете ответственность на себя. Может быть, уже не первый молодой человек, сбежавший от вас, он прекрасно это делает, как и другие до него, потому что устали от постоянных обесцениваний и вызова чувства вины и обмана на ровном месте. Поэтому здесь надо вместо того, чтобы пытаться быть красавицей или красавчиком в глазах других, вы никого не обманете. А даже если у вас это получится, вы обманете того, кто обманываться рад. А нужно вам это? Да нет, я думаю, не нужно. Оставьте это в прошлом, не надо. Поэтому здесь очень важно в первом столбце, где ситуация негативная, вот здесь сформулировать, а что я делаю, чтобы начинать этот цикл. То есть необходимо сформулировать все пять шагов этой змеи, которая ртом своим зажала свой хвост. Аж до боли его кусает. И чем больнее, тем больнее кусает. Думая, что чем сильнее кусает, тем скорее это прекратится. Но не прекратится. Ее хвост это часть ее тела в конце концов. Это и есть она в данном случае. Что я делаю, чтобы начинать этот цикл? Тут тоже здесь сколько угодно времени можно этому посвятить. Да? Но давайте напишем, что х сколько угодно времени. И не требуйте от себя необходимости сразу с первого раза ответы на эти вопросы сформулировать. Может быть вы к этой таблице будете обращаться завтра либо на следующей неделе. Но необходимо замкнуть этот цикл. Прежде чем его разомкнуть мы его надо его замкнуть. Увидев со стороны как бы что это за ситуация это и не в первый раз. Что вы видите и слышите находясь в ней? Что вы чувствуете в теле пребывая в ней? Какие мысли проносятся у вас в голове? Какие эмоции вы переживаете здесь? Метафорично можно их сформулировать. И что вы делаете снова и снова чтобы в этой ситуации оказываться? Ведь зачастую человек специально берет на себя так много задач чтобы не сделать ничего и пытаться выглядеть смотрите как я ради вас старалась или старался. Это важно учитывать что человек делает. Бывает специально до последнего не идет например к врачу или стоматологу чтобы потом вообще остаться без зубов. Но считая что я надеялся что пройдет. Это такие метафоры привожу здесь я аутрированный чтобы понятней стало. Надо здесь быть достаточно честным с собой. И поэтому мы начали с 4 пунктов. Я беру ответственность за свою жизнь на себя. Это быть честным с собой. Либо это вы делаете либо это делают за вас когда вы сдаете себя в аренду. Но не надо. Вы уже автор и хозяин своей жизни необходимые ресурсы. Это значит быть честным с собой. Потому что считать что чего-то у вас недостаточно не надо. Все в равных условиях. Конечно думать о том что вот сын маминой подруги гораздо успешнее потому что он родился в более успешной семье. Да отбросьте. Сейчас доступ к знаниям есть у всех благодаря интернету в том числе. Используйте его. Поэтому сейчас сетовать на какие-то внешние проблемы не надо. Все в равных условиях. Звучит достаточно дико и жестко но помните выше я проговаривал как и позиция ответственности речь идет о совершеннолетних здоровых дейспособных людях. Это важно учитывать. Вы больше этой ситуации и это задачка на сообразительность с которой вы справитесь. Об этом мы начали в начале. Итак вы плавно сейчас можете поставить на паузу и подумать будучи честным с собой а что вы делаете чтобы вновь и вновь оказываться в этой неприятной ситуации. Как эту неприятную ситуацию вы создаете? Как вы ее создаете делая что при этом? И смотрите очень хочется обвинять весь внешний мир что я не виноват это они все я не виноват я же такой хороший это все они не понимают насколько я распрекрасный нет что происходит цели здесь надо это учитывать что происходит в жизни человека что он отдает себе отчет в чем сознательно является целью его бессознательного зачастую человек все делает для того чтобы иметь возможность удовольствия получать страдая но сам знает что все делает для этого или пытается сделать вид что не знает поэтому здесь действия что я делаю чтобы начинать этот цикл снова и снова будем двигаться дальше лютуем сегодня мы лютуем ну что итак все создается дважды сначала воображение потом в мире реальном вы зафиксировали вот здесь ответы на эти вопросы полностью воссоздав реконструировав для себя этот цикл жизненных проблем которые человек создает увидев со стороны полностью этот цикл и в принципе на этом можно заканчивать уже сама работа в этих направлениях этого некого самоанализа уже является полезным сам этот акт самонаблюдения уже красноречив мы будем продвигаться дальше смотрите все создается дважды сначала в вашем воображении а потом в мире реальном это важно учитывать и то чему у человека нет имени он не увидит даже когда будет на это пристально смотреть поэтому опыт что я выбираю вместо этого и здесь тоже первое лицо настоящее время вот первое лицо хорошо я скажу так первое лицо настоящее время то есть описывать что вы выбираете вместо этого в первом лице и в настоящем времени например точно так же я вижу слышу и так далее ну например да я стою на кассе в продуктовом магазине и чувствую радость от того что занимаясь любимым делом я могу купить то что считаю нужным пополнить свой холодильник и взяв пакеты в свои мощные крепкие руки отправляюсь домой то есть понимаете да что выбираете вместо этого конечно здесь есть соблазн сказать да мне и так понятно я не хочу чтобы было вот здесь а там уж разберемся нет мои дорогие здесь наоборот необходимо также воспроизвести и реконструировать что вы выбираете вместо этого что я вижу что я слышу когда так как я хочу здесь важно учитывать что в настоящем времени в первом лице формулируете и только в позитивных формулировках вы не записываете здесь то что вы не хотите вы здесь формулируете исключительно то что вы хотите имейте это в виду этому необходимо посвятить 20 минут 20 минут давайте спустимся ниже тогда вот так так этому необходимо посвятить 20 минут хорошо исследованию ответа на этот вопрос в настоящем времени настоящее время первое лицо позитивные формулировки вот и прекрасно что я выбираю вместо этого 20 минут письменно записывать в вашем волшебной тетрадке в настоящем времени в первом лице позитивных формулировках что выбираете вы вместо этого далее когда вы формулируете эти мысли на протяжении 20 минут вы не можете не начинать себя с этим ассоциировать как если это происходит воочию и реально и тогда здесь будет полезным вот что подумать и прислушаться что вы начинаете чувствовать когда это происходит чувствовать вы начинаете ли какое-то внутреннее знаете расслабление атмосферу пространство внутри начинаете когда плечи вы разворачиваете и корсет понимаете да вот тепло начинаете ли вы чувствовать как если это становится реальным здесь опыт который вы описали выше вот очень важно прислушаться к своим ощущениям в теле которые приходят к вам когда вы этот опыт для себя формулируете потому что это ощущение в теле будет полезно тренировать имейте это ввиду что я чувствую здесь в теле просто к этому делу прислушаться и описать это дело 5 минут достаточно чуть позже это конечно условные здесь формулировки касательно время времени это я о том что является полезным этому дать и время и пространство и сформулировать и заметить в себе далее мысли а какие мысли проносятся у вас прямая речь тоже только позитивные формулировки то есть я думаю о том как здорово что мне не нужно брать деньги в долг я думаю о том как хорошо что я такая не одинокая нет это не подойдет это негативные формулировки здесь необходимы позитивные формулировки тоже первое лицо тоже настоящее время да я чувствую себя способом я думаю о том например да как здорово что занимаясь любимым делом можно деньги зарабатывать да как хорошо что у меня есть финансовая подушка которая позволяет мне быть уверенным в завтрашнем дне да или какой интересный проект над которым я работаю мне терпится уже завтра отправиться к себе в кабинет и приступать к работе над ним да или вот например как мне не терпится записать этот урок который рискует быть полезным для своего дорогого зрителя то есть какие вы выбираете мысли думать здесь и также описывать их на протяжении 20 минут 20 минут описывать их прямую речь какие мысли вы выбираете здесь думать вы создаете здесь новый вот этот новая новую совокупность желаемых мыслей которые вы приглашаете в вашу жизнь можно это все еще так обосновать что порождение новых нейронных связей мы как будто представляем если вам удобно можете описать это так и здесь тоже когда вы формулируете эти мысли то у вас есть эмоции которые не могут не рождать эти мысли которые вы формулируете на шаге до этого вот здесь да вот здесь поэтому здесь просто эмоции 5 минут обратить внимание на то какие эмоции вы переживаете этого более чем достаточно и вы знаете мои дорогие все создается дважды сначала воображение а потом в мире реальном и вот и здесь во первых мне очень хочется знаете что сделать сделать поменьше эту картиночку поставить ее сюда чтобы она была у нас перед глазами так так вот а это вот эта штука у нас ну ладно тогда вот так сделаем а вот то что надо я то что надо так отлично вот вот смотрите как у нас хорошо получается где вы этому научились смотрите вот вы сформулировали эмоции и потом дальше знаете хочется жирненьким выделить нет не влезает тогда хочется жирненьким выделить цифры вы любите чтобы у вас все было красиво вы знаете такое правило в жизни является полезным что бы я ни делал я делаю это честно чисто и красиво как у нас здесь честный урок полноценный самодостаточный берешь и применяешь в жизни он чистый аккуратненько и красиво даже вот значит меня можно наблюдать в правом нижнем углу чистенько аккуратненько листы бумаги не испачканы и красиво смотрите какая красота ладно смотрите здесь вы сформулировали касательно того какой желаемый опыт в жизнь свою вы выбираете пригласить что вы выбираете здесь чувствовать какие мысли выбираете вы думать здесь какие эмоции переживать и действия знаете какое действие маленький первый шаг в ближайшее время которое вы можете совершить и наверняка вы знаете какой для того чтобы воплощать то о чем речь шла выше в жизнь никто не услышит ваши мысли и бывает полезным здесь делать имейте это в виду и поэтому какой маленький шаг в ближайшее время вы выбираете совершить запланируйте его и сделав его маленький первый шаг сделать и подкрепить и как вы можете подкрепить и побаловать себя за выполнение этого маленького первого шага позитивное подкрепление здесь никто не отменял что вы можете сделать какой маленький первый шаг он может быть как и процедурный конкретный например обзвонить свою клиентскую базу или собраться с товарищами организовав встречу он может быть так и ритуальным прогуляться по городу развеяться переключить свое внимание на что-то другое и здесь вы таким образом освобождаете это внутреннее пространство чтобы начинать замечать варианты для решения этой проблемной ситуации о которой у нас речь шла выше итак маленький первый шаг сделать и подкрепить то есть смотрите и в дальнейшем можно что делать на следующий день вы достаете эту таблицу давайте дальше устно проговорим далее вы можете доставать эту таблицу просматривать думать о том что вы можете добавить и какой следующий шаг вы можете совершить следующий шаг вы можете совершить у нас с вами здесь капля за каплей камень точит сила маленьких шагов без резких изменений плавно и диффузно никаких резких диет надеюсь похудеть на следующей неделе потом такой откат будет что организм даст вам значит понять кто здесь главный у нас подход такой я делаю только то что готов делать всю жизнь и так же и здесь это то что работает не резко что работает плавно и не спеша когда в какой бы ситуации вы ни были вы всегда отдаете себе отчет в том что происходит что вы чувствуете что вы думаете какие у вас эмоции что вы делаете что вы выбираете вместо этого что вы выбираете вместо этого чувствовать думать вместо этого эмоции переживать какое новое поведение запускать Вы таким образом поляну сечете, происходящую внутри и снаружи Это можно делать письменно, плавно, потом это становится тем, благодаря чему вы тренируете вашу внимательность Маленькое упражнение для самостоятельной работы, попробуйте наблюдать за другими людьми Подруга в очередной раз жалуется, в каком опыте, какие у нее чувства, какие у нее мысли здесь Которые она вговаривает в себя, в том числе словами вслух Эмоции, и что другой человек делает для того, чтобы этот опыт снова и снова создавать Дружок снова просит вам дать у вас деньги ему в долг Какой это опыт, чувства, мысли, эмоции, действия Зачастую легче увидеть соринку в глазу другого, чем бревно у себя в глазу Поэтому для начала можно тренировать свою способность наблюдать эти пять измерений в проявлениях другого человека Плавно можно это делать, попробуйте Но не суетесь, не играйте в спасателя здесь, не говорите, что вы знаете, в чем дело и как Себя знайте, этого будет более чем достаточно Плавно начинайте это использовать и в вашей жизни Возьмите что-то такое, не сильно значимое, но вас волнующее И поисследуйте, о чем это будет для вас Вы можете управлять только тем, что у вас посчитано и что вы наблюдаете и видите Об этом и был этот урок в том числе Ну что, мои дорогие, у нас речь шла по поводу Помните, вот значит у нас здесь закорючка, да, которую мы с вами вот раскрываем Вот эту стрелку, разрезаем и входим в новый опыт Новый опыт, это у нас ситуация 2 с плюсиком Кроме того, у нас есть подзаголовок Модель, опыт, чувство, мысли, эмоции и действия для решения проблемных ситуаций Здесь, которые мы с вами сформулировали Сейчас можно поисследовать, если мы сделаем поменьше А нет, ничего не сделаем У нас и так все симпатично Вот, вот, смотрите Даже можно сделать побольше Вот, мы с вами изобразили на одном симпатичном слайде всю модель Которая состоит из нескольких шагов Сначала 4 важные мысли, которыми мы открываем пространство своих изменений здесь Потом сквозь 5 измерений раскрываем текущую ситуевину Потом определяем, что мы выбираем вместо этого И уже после этого выходим во внешний мир И поведенчески начинаем действовать Учитывая то, что мы ответили себе на вопрос Какой маленький первый шаг я выбираю совершать, чтобы создавать новый опыт 2 вот здесь, опыт 2, да, можно представить Ну что, мои дорогие, берите смело на вооружение С вами Альберт Сафин Автор и ведущий курса развития стратегического мышления Думать долгосрочно и действовать точно Это то, о чем в том числе с вами здесь мы говорили Утро вечера мудренее Надо остыть, прежде чем что-то делать И поэтому здесь у вас есть возможность не только остыть Но еще и подумать, что делать И с остывшей головой решение предпринимать Поэтому об этом эта таблица в том числе Ну что, мои дорогие, будем плавно завершать наш волшебный урок Смело пишите, что было для вас известным, полезным в пространстве этого урока И имейте в виду, что у вас есть возможность обучения на курсе стратегического мышления В очном и в долгосрочном формате В Санкт-Петербурге и в Москве Для более подробной информации о старте новых групп Пишите мне в личные сообщения Мои контакты легко найти У вас есть возможность взаимодействия со мною в индивидуальном формате Для решения ваших профессиональных и личных задач И имейте в виду широкую, можно сказать, библиотеку материалов Для изучения в самостоятельном формате Одним из которых является и этот Теперь я с радостью завершаю запись этого урока Добавив и этот материал в нашу с вами копилочку Пишите, что было для вас полезным Я благодарю вас за внимание До скорых встреч, мои дорогие Пока Субтитры сделал DimaTorzok